Телефон не прокручивай? Главное выплачивать Главное взять микрофон, и всё будет шикарно Может 30 секунд? Ну ты проверим, белая татьяна Ну я не знаю, у тебя может всё-таки попстить Ты ещё больше похудела Ой, ты сейчас ещё не пить Я бы 21-9 сидела летом На воде? Да, да Не, на чаях с ремонтом 21 день Да, в том, что выходила медленно Я была такая точно Это было ужасно Мы уже всё? Всем добрый вечер Сегодня у нас пятый выпуск программы Generation Me Сегодня у нас очень интересная гостья в студии Жанна Киселёва Жанночка человек, который Помнишь, когда там с тобой говорили, написали Слабый пол Так вот, Жанна совсем не слабый пол Она очень женственно, очень мягко делает большие серьёзные дела Строит здания, рожает детей Приводит город в порядок В общем, такая у нас столь интересная и разнообразная, многогранная личность Жанна Первый вопрос Естественно, как ребёнок стал настолько интересным Во твоём детстве О том, какие Давай первый вопрос Какое у тебя самое яркое воспоминание из детства? Я прыгаю на кровати у дедушки с бабушкой в болгарской деревне На такой пружинной Не, не на пружинной На такой сетчатой Сетчатой кровати Выско прыгаю и кричу Перина, по-моему, она называлась Ну, типа, это вода высокая такая Очень высоко от пола И кричу хлеб с чесноком На болгарском языке Требуешь? Да, типа, давайте, несите Видимо, это было любимое, правда, я не помню Ну, я помню, как дедушка натирал на... Как это называется? Конец хлеба Корочку На корочку хлеба натирал на чеснок Да, я это ела Это такой болгарский ребёнок Да, в детстве Здорово А скажи мне, пожалуйста Твоё детство можно назвать счастливым? Вот если бы ты и сейчас говорила счастливое Оно было или... Да Вполне Да, радужное У нас были выезды в цирк Я помню это Какая-то, как парадная Типа, самое красивое платье, пальто Шапки Холодно было, снег Нас кормили в каком-то кафе На Дерибасовской Моролине Это были такие парадные Всей семьёй с братом младшим И помню, что я всё время рисовала на обоях И это была секретная операция Нарисовать на обоях так, чтобы мы не видели И когда однажды родители сняли ковры постирать со стен Ну, так как у всех А, это было под коврами? Да, я стоя в ничку делала это под коврами Скрывая все Под Галину Потом они отодвигали стол, а там опять Потом они отодвигали что-то, а там опять Вот И поэтому, чтобы вот это всё, значит, как-то удержать Формировать, потом появилась художественная школа Я очень счастливый ребёнок Я хотела заниматься фортепиано Очень, мне очень хотелось Но папа сказал нет У всех в нашей семье Музыкальное образование? Нет, наступил медведь на ухо Ты не пойдёшь в музыкальную школу Ты пойдёшь в художественную Ну, и в принципе я ему благодарна Хотя Мы сейчас живём в квартире с фортепиано И я мечтаю, что мои девочки Они уже играют на фортепиано Я 9 месяцев их сажаю И вроде им нравится Ну, музыкальная школа в любом случае даёт систему То же, что и даёт художественную школу Систему мысли Ты сейчас своим детям позволяешь Проявлять свои таланты Не под ковром, да? Рисовать не под ковром Ты уже видишь Кто Кому что из них нравится Разные они Или не разные Они же близняшки Они двойняшки Двойняшки Это типа Ну, они Да, они диаметрально противоположные Я не знаю у всех Двойняшек Но они капитально разные Это если В архитектуре То это Абсолютно две разные эпохи Да, они У нас есть одна комната Их комната В которой они рисуют везде И можно рисовать везде В принципе они иногда Оказывается что И в кухне тоже чуть-чуть И там чуть-чуть Но Слава Богу Мы ещё не успели сделать Мега Мега Белый Стерильный Ремонт В котором мы будем Труситься над стенами Они всё списали Да, им можно У них полная свобода Они не захотят играть на фортепиано Не надо Это прекрасный предмет интерьера В любом случае Да, они очень разные Одна поёт И себя укачивает И всё время Поёт себе песенки А вторая Танцует Она подвижная У неё такой Холерический типаж Мне кажется Она больше Продвигаться И про Она не такая У себя Человек Они очень разные И Наблюдать за ними И конечно Мы постараемся их Подталкивать Одна рисует Уже прям Рисует Глазки Ротик Очень старательно Сколько лет? Два с половиной Такое всё кривенькое Конечно Но у неё там уже есть соображение Что это глаза Это ротик Это уже круто Это система Уже есть какой-то колобок А вторая рисует Такой крокозябр И говорит Это цифра семь То есть Она и не напрягается Ну она фантазирует И это круто Каждая крута По-своему Они очень разные Это забавно Что вот Генетический набор Так Так сильно Может В одном Моём теле Родиться Одновременно Да Одновременно Выжить И одновременно Существовать Они конечно Такое Одно целое Одна просыпается раньше Другой говорит Ну когда я проснётся Ну когда я проснётся Им скучно друг без друга И они Такая тусовка Я думаю Круто Надеюсь Что у них счастливое детство Скажи мне пожалуйста Ты в детстве О чём мечтала И Куда По-твоему Приводят детские мечты Всегда ли они Реализовываются И надо ли мечтать Ну Мечтать безусловно Надо И причём Продолжать быть ребёнком До 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 конца Мне кажется И Наверное только благодаря мечтам Проблема двигается что-то Ты постоянно Превращаешься Ты всё время Находишься в состоянии Ребёнка Когда мечтаешь И если тебя ничего не сколывает И ты можешь мечтать О чём угодно То это что угодно Имеет потенциал сбываться Это большая вероятность Потому что Я думаю Что вообще Проблема Ну Многих людей В том что Они себе не разрешают мечтать Потому что Отгоняют от себя мысль Тем что Ну это нереально Так не может быть Это так не может быть Да Я ещё не достоин Не заработал Ещё что-то Чем больше мы дети Тем больше мы счастливы И О чём я мечтала в детстве Ну наверное Чем-то глупым Типа Кос с красным платьем Что-то такое Я не мечтала быть космонавтом Не помню Чтобы я мечтала быть Чем-то То есть не было мечты Я хочу быть Художником Ну вообще Вот я хочу быть Тем-то Я помню Что когда мне уже было Так Типа Девятый класс Или восьмой Когда начала речь Началась речь с родителями О том что Что ты будешь делать После школы Ага То Мне просто бесконечно это повторяли Но Папа сказал Ты пойдёшь в Бриковку Ты же рисовать умеешь Ты пойдёшь в Бриковку А Что-то я в этот момент Как-то у меня Я не знаю Откуда это взялось Но я решила Что я буду архитектором Точно И я не понимаю Это там какие-то Может быть Не знаю Я не понимаю Я ничего не знала Про архитектуру Я не знала У меня не было никого Из знакомых Кто были архитекторами И Ну вот Какое-то у меня было Такое ощущение Что вот так надо И я упиралась очень сильно А я не хотела Из школы уходить Вот что Проблема Но это было с 9 класса Перейти в Бриковское училище Ну типа не доучиться У меня был физмат И У меня в принципе Всё легко давалось Я думала Ну зачем это всё Подружки там Подружкам Как-то было Неправильно И я папу всячески убеждала Что Поехали посмотришь Что тебе понравится Я ходила параллельно в художественную школу Мы приехали в Грековку Мы увидели Там такой холл был Типа тамбура Я так подняла голову Да Да Грековка Она была В таком Уныние вызвала у меня Ну был Чудесный запах красок Кисточки Прямо на входе Продавались То есть Я так Подвернула голову налево Направила Увези меня Сюда То есть Я чего-то Не 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 влюбилась То есть Не произошло Это вот Любви с первого взгляда Любви с первого взгляда Да Но папа мне до сих пор говорит Вот Была бы ты там художником Ну я не знаю что было бы На самом деле Сейчас мне папа говорит Вот была бы ты дантистом Вот у тебя был бы уже свой кабинет Зубы мне сделала А так Я не понимаю Чем ты занимаешься А так здания строишь Да Для людей Да Вот Ну Я В итоге Ну я просто хотела Как-то подженить Это Мне очень нравился физмат И мне нравилась физика Прям У нас был очень сильный класс И Мне нравилась математика И мне нравилась такая романтика математики И такая загадочность Романтика математики Да Такие задачи Раз Раз У нас были классные учителя У меня был И Битчев Константин Данилович И был Владимир Исакович Сеплярский Физик Вот математика и физик Были очень классные Такие харизматичные мужчины И Ну как-то Как-то в этом все было Такой немножко Отшир Интрига Что ли в математике Она всегда есть Ты в поиске задачи И в архитектуре то же самое Ты всегда в поиске задачи И Мне очень нравится Что Можно совмещать Этот художественный Интуитивный Подбор на ощупь И Математический расчет То есть Тут есть и туда и сюда Ты можешь Использовать рацию Но Никогда без этого Не получится что-то Эмоционально захватывающее Если не используешь Давай В их проектах Я тебя спрошу После У нас будет называть Музыкальная пауза Я тебя еще прошу Мы можем уходить на музыкальную паузу А я тебя прошу Скажи какую музыку ты слушаешь Какая сейчас музыка У тебя в наушниках Потому что у нас этот час Посвящен человеку И мы говорим Обо всем Обо всем вообще Что касается человека И музыка Мне кажется Это важная часть Или может не то что сейчас Может просто то что ему нравится Обычно я слушаю Типа мелкий джаз Или лаунж какой-то Ну Попсова Но под Новый год Мы всегда в семье Слушаем бабла Это Так красиво И женственно В смысле он такой Мужественный Это так романтично Вот У нас начинается Под Новый год Я сегодня прослушала Мне очень нравится Feeling good Да Наконечно Супер В общем следующее Я сегодня с утра почему-то проснулась Думаю боже Вот эта песня просто идет I'm feeling good Да Прекрасно Да Но это пока не твоя Пока нет Ну это просто все Да Я если честно Я сдерживаю вас Чтобы не сказать Я FM1 слушаю Но у меня ничего нет А машине Нет А в машине вы есть? Нет Мы только онлайн Да У нас все злая Да У нас все онлайн Да Да У меня мама только что Мне мама звонила Без 20 минут эфира Жанна Какие цифры Я собираюсь крутить Я не знаю какие цифры крутить Я говорю Мама не крути ничего Нажми ссылку Правильно Я собираюсь крутить цифры Сейчас подожди Надо Как-то Расшариться Да Можно это Ты же мне поможешь Как обычно Я Спасибо Я уже хорошо о себе подумала На тот почту я все знаю Просто телефона нет Так Поделиться ссылкой Не знаю Я думала этот снимаю Этот снимаю Этот снимаю Этот постит А этот сейчас я сделаю у себя На фэзбуке Прямую Трансляцию Нет Я сняла Свои эти черные толстовки В которых я на строку хожу Раз назад Чувствую себя очень чистой Очень чистой И нарядной Слушай А сильно же стили меняются Я подумала Приходить к тебе в виде задрота не стоит Нет Ну вообще Ну Потому что Если ты на строке У меня настройки Ну А стили не может запереть Или у тебя Ну мне жалко Лаковые туфли Обычно То есть если я знаю Что сегодня будет стройка Уже финиш объекта Я могу одеть Да Мне нравится Настроение очень важно Я посмотрю на календарь Я смотрю в календарь Когда выбираю одежду А у меня сейчас вот это Вот это Вот это Ох я могу одеть Да Я тоже так Сегодня нет важных встреч Мне не надо в мэрию Ура Ну и мэрия в принципе Я тоже в кроссовках И пофиг Но Иногда хочется быть красивой Нет повода Строители Они же меня не начинают Я часто Как женщина У вас понимаю Да Да В платье Это жесть Нельзя Нельзя Потому что Не понимаю Они Сильно отвлекаются На то что я Жиночка Да Если она побалакая Побалакая А сделаем Сделаем Да То есть если я такой Андроген бесполый Да Еще и матом Матом Не Мальчики Ну пожалуйста Вы же умеете Если не умеете Я пускаю другую бригаду По разному С всеми по разному Работают С кем-то просто Достаточно хорошо Попросить Бывает Что они Думают Ахташ Но когда думают Ахташ Турчка Да Так намного круче Работают С мужчинами Мне кажется Чем Ах ты Матом А Была Прямо Обиделись Так Сделали Самолюбие Тем Что ты более компетентна Что разворачивались Потому что уходили бригады Нет Бригады не уходили Но был такой момент Когда они пытались имитировать Штукатурка мрамор Продать клиенту Подороже материал На стене Говорила Просто покрасить А это невыгодно Продавать мазером Просто покрасить Черные Это не то Нельзя на этом заработать Много Да А он Так как клиент Был такой не мощный Девочка Она молодая Плюс она из Москвы И у нее такие специфические взгляды На интерьер Они там мазанули Под мрамор Типа штукатуркой Ну типа Венециан Короче Какая херня С девяностых Такая конкретная И я сказала Типа того Ну еще хуже Под мрамор Из штукатурки Представь себе Вот такое Я резко сказала И это был Подпольный Саботат У нас Дальше Мы продолжаем Эфир Расскажи мне Раз мы уже Начали говорить о твоих проектах Расскажи мне Есть один проект Которым ты очень-очень сильно гордишься Вот на сегодняшний момент Ты смотришь и думаешь Неужели это я? Все проекты переживают такую стадию То есть когда они завершились Я им очень-очень-очень горжусь Они свеженькие Только что туда попали люди Ну как правило Там еще много недоработок Надо докупить Ёршики Урны Еще какие-то шеточки Что-то доделать Ну Бывает момент Когда вот Мы делаем фото И По получении фото Что-ли Ну По-разному бывает Самые крутые объекты Это когда с клиентами Хорошие отношения Вообще Мы дошли до конца Мы пережили Огонь водо-медные трубы Строителей всех И В итоге Они остаются благодарны Довольны Это самые крутые проекты Хорошо Тогда Такой вопрос Есть проект Один Я не обидится Нет Который Тебе казалось Ну Не получится Прям совсем не получится Ну вот Вопреки всему Что Вот Там не знаю Ничего не получалось А он таки сделался А он таки реализовался Ммм 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 Тяжело, долго, сложно. Я была очень молодая, и это, конечно, тоже сказалось, опыт приобретался. Расскажи, пожалуйста, как у тебя появляется идея проекта. Бывает так, что ты сначала думаешь, боже, вот хочу, наверное, вот такое сделать. Или никогда не делала, вот хотелось бы это попробовать, и приходят клиенты. Да, бывает так. Или все же ты видишь сначала объект, а потом у тебя появляются какие-то мечты, планы, как вы перевели. Часто очень получается из второго варианта, когда, ой, мы еще не делали филармонию, например, или что-то типа акустически-музыкально сложное, и появляется клиент, который говорит, да мы хотим такое многофункциональное пространство, но чтобы так вот филармония там была, потому что у нас в городе нет филармонии. И мы такие, о-оу, вообще бойся своих мечт и фантазий. И самое забавное, мой муж все время смеется, что надо держаться меня, потому что там было, это было два дня разница в том, что, ой, знаете, надо какой-нибудь театрик сделать, или филармонию, что-то мы еще такого не делали, ничего. И он, оп, и появляется. И, да, это уже неудивительно. Много так было, там, с винодельной, еще с чем-то, с такими странными проектами. Мне нравится, когда проекты, они какие-то сложные, нестандартные. Да, то есть меня можно купить просто, придя и сказать. Даже вот Юнаса врала, врала, все, мы не берем проекты, мы не берем, все-все-все, мы вот больше, вот, переживая все два месяца, мы заняты. Но если приходит какой-нибудь смешной парк динозавров, все, я не могу. Я готова его делать при любом варианте, ночами, там, если что, ну, в ущерб там всему, но мне интересно. Ты всегда была такой девочкой, которая за какие-то такие необычные смелые идеи и решения? Или это, может быть, появилась уверенность, просто как один проект получился, а второй проект получился? Мама говорит, что в детстве была бандершей, в смысле, и была я, и приходили, типа, мальчики за мной, они на пороге стояли, кричали, а Жанна выйдет гулять, это мне мама рассказывала. Так ты была бандершей, мальчиком, да, 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 то есть получается, что, да, типа, строители и я. Мы строили халабуду все время, да, это мы, это с детства, кстати, я помню, что мы же, мы даже забирали картошку у мамы втихаря, и мы пекли какие-то костры в халабудах, типа, это камин или какой-то мангал, я уже не помню, но у нас точно были халабуды, какие-то крыши из одеял, столики какие-то, и да, я делала какие-то композиции в кустах, и это были какие-то движухи там в растениях, мы находили какие-то табуреты, в общем, я постоянно что-то, какой-то движ устраивала здесь, я не знаю, к чему это, но, не, не к чему это, уже как бы понятно, к чему это было, но я только недавно поняла, что все детство я играла в халабуд, это была моя любимая игра, и велосипед, велосипедные дорожки тоже были отсюда, я все детство на его спереди привела, за что падаю большое спасибо. Скажи мне, пожалуйста, ты веришь в то, что, вот, когда ты говоришь, что играла, получалась, как приходят проекты, ты вообще в судьбу веришь? Такое вообще понятие, как судьба? Ну, наверное, да. Что, типа, написано, что предупредили? Ну, думаю, да, что мне, как бы, там, про написано проиграть в условиях игры, то я должна проиграть. То есть, у меня все как-то так, хотя я могу, на самом деле, двигать этого, если я не хочу сейчас в это играть, могу не играть, но оно, скорее всего, вылезет чуть позже в каком-то другом виде. То есть, я думаю, что можно управлять формой в том виде, в каком она есть, улучшать ее, ну, делать ее там функциональнее, красивее, вдохновляющей, там, проще, ну, гармонизирующей какой-то формой, но суть, наверное, какая-то одна там написана. Мне все детство нравилось придумывать игры, я все время придумываю. Даже сейчас, когда мы с детьми играем, я придумываю сказки, игры какие-то. Мне важно что-то придумывать. Если вот меня оставят наедине, я буду что-то рисовать, придумывать, потому что, ну, в таком виде... То есть, у тебя характер, как я понимаю, не реализовывать чужие идеи, езжи люди, да, подрядчики. Да, да. А у тебя... Генератор. Да, генератор. Да, вот там у Адизиса, по-моему, должно быть для бизнеса 4 типа. Генератор, исполнитель, кто-то там еще... Управленец. И управленец, и кто-то, да, организатор. А, интегратор, очень важно, тот, кто находит общий язык с людьми. Вот, настоящий интегратор не сказал бы тому строителю, которому я сказала, нет, ваше мраморное, не сюда. Он бы так мягко сказал, вы знаете, может быть, на другую кину. То есть, мне бывает, не хватает этой мягкости. То есть, я бываю резко. Он обиделся, и клиенты обиделись тогда, что я такая, пришла всем, раздала и ушла. Это неправильно. То есть, нельзя так жестко, жестко. Надо быть мягко. Я поняла, что вообще мир, он очень текучий. Текучий, да. Да. Его можно так чуть-чуть с ручками попытаться передвинуть течение, но все равно он вернется в свою форму. Надо уметь его принимать. И если его в достаточной мере принимать, окажется, что все на самом деле к лучшему. Все, что не происходит. Ты чувствуешь, что ты с каждым годом становишься мудрее и мудрее. Да. Ну, я не чувствую супер мудрость сейчас, мега. Мне кажется, что через 10, я думаю, мне будет намного спокойнее. Я уже спокойнее намного, чем была лет 5 назад, это точно. И с появлением детей очень такой разум включается. Типа, зачем ты об этом думаешь сейчас? Ты можешь быть спокойной сейчас, не думая ни о чем-то. А что изменилось в Жанне Киселевой 3 года назад, да? И сейчас. Вот именно это. Назви каких-то 5, может, важных перемен к тебе. У меня были, это важная штука для психики, у меня были эфорические периоды и депрессивные. Два месяца меня оштырило, например, я все придумала. До детей. До детей, да. Очень сильные скачки были и перепады. То есть я все начинала, мы все придумали, ночами не спала. Потом 2 месяца у меня депрессия. Депрессия, да, такое обессилие. То есть очень сильно выжимаешься, и потом ты как выжатый ремонт. Ждешь, когда все накапает этот сок обратно, жизненный. И это меня угнетало. То есть мой муж, сын, ночами я до Александровской больницы, он говорит, все нормально, это маниакально-депрессивный психоз, я знаю. Это нормальный диагноз, у многих людей бывает. Нормально. Это тяжело, это психологически, физически было. Сынок, когда будет, совсем плохо, приведешь ко мне. Да, да, да. Он говорит, ну ладно, у тебя в пределах нормы пока, мы за тобой понаблюдаем. Вот. В момент беременности эта штука исчезла. Видимо, это гормоны, что говорят там, типа, успокойся, заземлись, хватит летать, ты где-то в космосе, опустись на землю. Вот. И, ну, короче, это было так, не очень. Но это было продуктивно очень для работы. То есть в этот момент все могло мега быстро придуматься. Это круто. Угу. Угу. Вот. А? Пять пунктов. Пять пунктов. Это первый пункт был, второй пункт. Да. А, второй пункт. Но я стала спокойней. Это первый пункт, наверное. Да? Спокойней. Женственней ты стала? Более женственней. Думаю, да. А, да, вот муж мне передисклик говорит, что тут все равно так, что-то получается, такая была странная, мне так нравилось, там, в кедах, на стройке, там, в джинсах. А сейчас стала более женственная? А сейчас такая, да. Типа, я пойду там, потом девчачи, да. Нет, ну, где-то там, где-то там, типа про это, да. Ну, да, такое, ну, наверное, чуть более про это, да, про женственные. Что еще? Готовить можно начала? Нет. У нас Олег готовит, он типа шеф, шеф, в этом смысле. Плюс с ним очень тяжело делить кухню, он там, у него все там распаковано, он все знает, где лежит. Я когда пытаюсь что-то... У меня есть фирменные блюда, чечевичные супки, у меня прям черный пояс по чечевистому супу. Или там, я могу какие-то встать и сделать какие-то печенье, типа дети. Мы с детьми делаем печенье. У нас есть такой процесс, ну, про игру. То есть то, что мне весело делать, и в игровой форме мы делаем. Мудрее стала, подожди, не отвлекаемся. А, мудрее, да? Мудрее стала. Окей. Мудрее, да. Готовить не начала. Нет. Еще, еще два, давай. Еще два надо выжить. Не знаю, я думаю, что пять вещей. Я начала оценить время. Они, дети, крутые, крутые тайм-менеджменты. Тайм-менеджменты. Офигенные. Да, как только родились дети, стало сразу время тикать по минуткам. Никаких прокрастинаций. Я не знаю, что такое прокрастинация и тревода. Втыкать в Facebook больше там не бывает. Но это от переутомления бывает в Инстаграм. Но все равно это не в таких каких-то... Ну, осознанней значительно, мне кажется. И, наверное, пятое. Мы начали медитировать, и это крутое штука, когда нет мыслей вообще. Ну, это еще и, наверное, духовность появляется. Или развивается. Ну да, потому что ты же не можешь устоять, когда это только что чудо от рождения произошло. Да, вот новый. Не верить. Да, уже все невозможно как бы быть неправильно, не задумываться об этом. Здорово. Уходим на музыкальную паузу. Хеллингуд. Боже, я вот сегодня с утра и с этой песеной... Да, крутое. Как, ну, видишь, как чудо. И как ты из всех песен ты в конце говоришь это? Да, это наша любимая песня. Вселенная офигенная. Да. Видишь, все прописано. Все прописано. Ну, это правда. Ребята есть акустики, граммофон. Они, у них маркетинговый ход офигенный. Они сейчас в шоуруме сажают схожное кресло, зашторивают все шторы. Вновь темно. Ага. Таким бархатным голосом говорят. А теперь мы опускаем экран. Экран опускается. И концерт Бабло. Вот в таком виде. И именно эту песню. И за такие мурашки по всему телу. Такая... У меня вот после этого показа, это было пару лет назад, у меня прям такое... Я впервые влюбилась в звук. На самом деле, потому что я аудиал, и у меня звук был вообще не важен до этого. То есть, да, музыка. Она где-то фоном, она была не важна. А тут огромный Бабло. И чувствую, что ты прям на концерт. Да, как будто он рядом. Он огромный. Он в Одессе. Да, это в Одессе. В Украине такие, они устроили такой шоурум. То есть, это как на американских горках. Круто. Восторг бешеный. Звук непонятно откуда идет. Он это все, но он рассеянный. У них специальные классические панели, а акустика. Очень красиво. Покупают в Одессе. Если хочешь, я тебя к ним свожу. Я договорюсь, и ты к ним просто схожешь. Шоурумные экскурсии. Звук очень крутые. А сколько человек может? Два. Два, по креслу. Не, ну можно и больше, наверное. Но эффект, если ты одна. Реально. Крутой. То есть, ты не отвлекаешься на это. Ну да, да. Как-то, да. Олега, кстати, так не впечатлило. Я была таким сильным. Господи, они просто попали в твою песню. Может быть. Я думаю, что всем девушкам они ставят это, а всем мальчикам они ставят что-то другое с какой-нибудь зелочкой. Я просто думаю, что надо нажимать на кнопочки очень удачно. После этого я просто фон отзбука. Там стояли колонки по 10 тысяч евро. И... Сколько? Ну, одна. Ну, лучше две. Две за 10 тысяч евро. И он говорит, эти забронировал Сава. А, я говорю, эти самые красивые. Он говорит, Сава, я, кстати, позвоню, а можно играть у кистка. А, да. Они такие, они как скульптура эти колонки. Красота вообще неимоверная. Я пришла домой так аккуратно. Олегу говорю, ну, может быть... Ведь на Савелье Ликен тоже послушала. Не знаю, Пабло или... Пабло или... Ну, их не было чрезвычайно. Я не стремилась их купить. Я говорю, ну, когда мы сделаем ремонт, когда у меня наконец хватит времени на себя, а не на клиенты, ну, может быть, мы там подумаем. Или как тебе продать... Легко продать что-нибудь, Жанна? В 10 тысяч лет. Я говорю, ну, пожалуйста. Это как-то встанавливает. Реально, это так круто. Я до сих пор потом думаю. Ты уже просто себе готовишь пространство для... Да, да, да. Ну, это действительно круто. Это пробирать бы мурашек. Класс. Сейчас будет... Я про счастье спрашиваю. Про что? Про счастье? Видишь? Это как-то так. Ну, а что будем заканчивать сейчас? А? Ну, я просто... Да, да, нет. Я просто... 30 секунд и про счастье. Это у меня... Да. Сильно сложно. 30 секунд на счастье. Да, подумай, счастье 30 секунд. Я подумала, наверное, надо помнить какие-нибудь известные фразы и цитаты из кого-нибудь, но в ней ничего. А счастье? Ну, обычно в головах, знаешь, проносятся там, как шаблоны. Чук-чук-чук. Жанна, давай без шаблонов. О счастье. Что для тебя счастье? Вот что тебе нужно, чтобы ты себя чувствовала счастливой? И второй вопрос. Много ли счастливых людей вокруг тебя? Ну, для счастья мне вообще достаточно просто рисовать. Это смешно, но это правда. Я очень души. Я попадаю в медитацию, вообще что угодно. Все равно. Даже на телефончике в этом. В самолете, в iPad. Это когда мыслей нет. Просто я поняла, в чем заключается загадка. Тогда ты ни о чем не думаешь, кроме того, что ты делаешь. То есть, все тело работает, а мыслей нет. Ну, там о чем-то. Типа, о, я забыла там уж что-то. Арт-терапия. Да. Да. Я думаю, что это и есть вот оно. С детьми я счастлива. И все время счастлива. Все же, мы всю жизнь счастлива, просто забываем про это. Сильно, очень. Отгоняем от себя. Вот, еще это надо сделать, тогда буду счастлив. А это иллюзия. Потому что мы все время счастливы, на самом деле. Тебе уже удалось, не знаю, подключиться к этому источнику. Счастье? Да, мы каждый день счастливы. Потому что это же занимает много лета иногда, и в этом же день не успел. Если просто остановиться, просто остановиться, закрыть глаза и подумать, что тебе сейчас нужно для счастья, то окажется, что ничего не нужно. Просто остановиться. Но часто для счастья нужно просто... Даже если у тебя там эмоциональный какой-то расшатанный сегодня день. Если ты останавливаешься, то ты понимаешь, что внутри тебя там уже все происходит, все переваривается, все там бьется, течет по венам. И, блин, это счастье-то. Счастливых людей вокруг тебя много? Как ты определяешься, он счастливый человек или... Это же как-то видно, чувство. У него глаза светятся, у счастливых людей светятся глаза. Самые счастливые, мне кажется, дети, дети, мои, причем. Олег мне каждый день говорит, что он счастлив. Почти каждый день. Иногда я даже думаю, в этот момент я думаю, блин, я сегодня не почувствовала, что я счастлива. Надо вспомнить про это. Олег мне регулярно говорит, слушай, я такой счастливый человек, да, я сейчас счастлив. То есть у меня как минимум три человека все время находятся в состоянии счастья. Дети пока периодически у них там бывают сбои аппаратные, но, в принципе, они все время веселятся и играют. А, еще игра, когда ты играешь, тоже счастлив. Ну, ты занят этим, любимой игрой во что-то там, в архитектуру, в дизайн, еще во что-то. Много легких и счастливых людей. Да, и работаешь, ты сейчас вокруг тебя. Мне очень нравятся счастливые заказчики, когда они приходят уже с... А чем, вот скажи мне, чем отличается работа с заказчиком, который, по твоему мнению, счастлив и несчастлив? Ой, сложно. Иногда я думаю, а сделаем ли мы его своим проектом счастливым? Да. И боюсь, что на старте я так приглядываюсь и думаю, а вдруг нет. Ну, по крайней мере, чуть-чуть можно поднять этот процесс. Ненадолго. Да, ну, я верю очень сильно, кстати, в то, что быт формирует сознание, сознание формирует быт, то есть создавая классную среду, мы формируем их мысли иначе, они ведут себя иначе. Ведь можно же увидеть, что там расслабленная посадка и там ровная спина, напряженность или расслабление, можно светом. Собственно, мы же режиссер, получается, такие, режиссируем процесс жизни в доме от заката до рассвета и ночью тоже, кстати, да. То есть мы продумываем это и можно сделать человека счастливым, правильной средой. Да, да. И я, мне очень нравится подход такой, когда мы, вот я много о нем думала пару лет назад, не знаю, он изменился или нет, и не задумывалась еще, но как писать портреты с людей. Это ты, когда делаешь интерьер, ты как бы его костюм шьешь или портрет с него пишешь, как художники это делают. То есть про него. И если мне нравится человек или клиент, то мне интересно про него писать. Ну, то есть его выписать или вокруг него выстраивать, там, неважно, это его бизнес, его офис, его какие-то мысли. Потому что это является как продолжением. Да, конечно, да, да. Это как шить костюм хороший, который хорошо сидит. Да, да. Или написать хороший портрет. Ну, даже скорее костюм, потому что это вещью, то, чем мы делаем, это осязаемое, этим можно пользоваться и это повышает настроение. Это должно быть продолжением частью человеку. Да, это часть его характера. Да, есть те, кто приходят и говорят, о, вот у нас недавно был объект, о, я хочу офис, как у вас, вот такой чёрный, тёмный. Я говорю, давай не чёрный, давай, вот у нас всё чёрное, давай мы тебе сделаем тёмный. Ну, мы туда ещё... И оказалось, что ребята делают, кроме того, что они электронные книги делают, цифровое издательство. Это вообще офигенный бизнес, я считаю. Вообще супер. Представляешь, они оцифровывают книги, чтобы на айпаде можно было красиво с иллюстрациями листать, там, Шерлока Холмса. И они сделали приложение очень популярное в Америке про Шерлока. О, оно всё такое мрачное, и такие иллюстрации красивые. И я думаю, конечно, ему надо идёт чёрный офис, ну, тёмный, в смысле. Мы идём тёмно-зелёный, тёмно-синий, ему кабинет сделали чёрный, как у нас. Он даже захотел стул и стул, как у нас, я вообще расстроилась, что нельзя сделать его таким более другим, чем мы. Там, пришлось прямо со склада из остатков М1 доставать это. И он говорит, я точно хочу, как у вас. Вот это я хочу, остальное можешь делать, что хочешь ребятам. И классно получилось это. Он даже в туфлях рыжих ходит, там рыжая мебель такая, нам достали на серебряное помещение. Рыжее дерево, такие панели, они были в этом помещении. И они так по-иделотски смотрели с бежевыми стенами. Мы увели всё в тёмный цвет, и эта рыжая мебель так светилась. Да, такие рыжие кожаные туфли. Он ему реально подходит, этот офис. И там атмосферно очень. Мы вот позавчера снимали, делали съёмку с Антоном. И я думаю, что скоро будут картинки красивые. Ну, мне нравится, когда у человека драйв. То есть мы делаем что-то, что ему по кайфу. И мне по кайфу. А ты себя считаешь таким неким волшебником, когда вот издаёшь объект? Чувствуешь, что так вот ничего-ничего не было, и вот... Ну да, постоянно волшебство, да, нужно как-то рождать. Ну, такой, да, получается, ты такой архитектор миров. Ты один мир создал, шёл, второй мир создал. И как он этот мир продолжает? Ну, это забавная нора. Она, конечно, не очень простая. И не очень релаксационно-медитативная. Она нервная очень. Потому что часто подрядчики не оценят время, так как мы. Не оценят... Ну, не считают, что форма подачи информации может быть разной. Я тоже могу там с пылу, с жару что-нибудь сварядить. Типа, что это вы тут сделали? Но мы стараемся как-то находить общий язык. То есть они меня часто укатывают. Типа, Жанночка, а мы вот это оставим и покрасим в чёрный. Они уже знают, как меня купить. А я думаю, в матовый чёрный. Ну, давайте оставим. Я говорю, нет, не любимый цель. Это не по проекту. Чёрный? Да, у нас чёрный. Это, знаете, когда в любой непонятной ситуации ложись спать, у нас в студии. Если в любой непонятной ситуации ложись спать, у нас в студии есть любая непонятная ситуация. Красивый чёрный, да. А что для тебя этот цвет? Он это всё сразу, все цвета сразу, во-первых. Это отличное паспарту для чего бы то ни было. На его фоне отлично смотрятся люди. Люди светятся на фоне чёрного. И может быть, ещё кажется глубже. Да, они кажутся глубже, серьёзнее. Бежевый, например, он желтит белкий глаз, желтит зубы. А чёрный красиво тебя отценяет. Как паспарту на чёрно-мелой фотографии или на цветной. И это отличный фон. Очень глубокий такой. Мне кажется, успокаивающий, потому что он такой про чёрную ночь, про небо. И если грамотно подсветить, то потолка вообще не будет, если он в чёрном покрашен. Он идёт, и там останется такое чёрное небо, спокойная ночь. Светчиков нет, ничего, всё хорошо. То есть, ну такое спокойствие. Плюс это, мы съездили в Гаванду, там был украинский стенд украинских дизайнеров. И голландцы провели такой анализ и решили, что весь дизайн украинский, он такой про войну, мрачный, чёрный. Ребята упирались очень сильно. В смысле, что нет, мы просто любим чёрного. Ну, как и я, например. Но где-то это правда. Потому что трудно быть... Это всё, как Малевич чёрный квадрат отражал. Он был как бы предвестником Первой мировой. Трудно делать что-то такое, когда ты понимаешь, что в стране разное. И вот это разное, вот эти чёрные, он отчасти успокаивает, что ли. Хотя мы сейчас делаем цветные яркие проекты, детские особенно. И на этом отрываемся лучше. Не в стерильно-белый и там с розовым. Красиво. С пудровым, да. Скажи мне, пожалуйста, а ты как набираешь людей в свою команду? Вот я приходил к человеку на встречу, на собеседование. По каким критериям ты берёшь людей? Сколько сейчас человек в команде? 10-12, я не помню. С нами, наверное, 12 или 10. Где-то так. Сейчас я пересчитаю. Где-то 10. Не важно. Да, не важно. Есть ещё удалённые наши ребята. Анечка у нас недавно реализовала. У нас считается всё на нашу. Она только демотпуски. Мы декретно. Мы декретно, на пару дней, месяцев, недель. Удалённый сотрудник у нас. Есть удалённые ребята. Есть во Львове у нас визуализатор. Ну, как я набираю сотрудников. Что должно быть в человеке? Вот 100% ты сказала. Он должен быть не симпатичен. Он должен быть приятным. Хорошим. Каким-то приятным. То есть нет какого-то кодового там. Ты уже сказала, мне... Образование важно очень. Важно. Супер, чтобы была какая-то системность. Пока что прижились все после архитектурного института только. Мы пока не можем. Вот у нас есть один стажёр, она после курсов. Ну, вроде всё хорошо. Но вот так получилось, что... И так... И не-не-не-не-не. Пошла в другую... Её взяли стажёр или архитектором в другую команду. Кстати, с которой мы работаем. Ну, забавно. Ну, вот так получилось, что они все после архитектурного института. Они могут быть... Молоды, но... Ты должна увидеть, допустим, амбициозность в глазах человека? Или ты должна увидеть какую-то покладистость? Или... Ну, я не знаю, но вот есть что-то такое? А я разные этапы прошла, да. У нас сначала я искала сотрудников, как я. Я пыталась найти всех, как я. Безумцев. Да, странных, да. Безумцев, да. Тяжёлая команда. Да, очень. Ну, во-первых, трудность в том, что их мало. Их трудно находиться. Да. Вот. Потом... Ну, по-разному. Пробую всё время экспер... Это тоже для меня игра и эксперимент. Как мы срастёмся или не срастёмся. Это всегда тоже забавно и интересно. Плюс ребята меняются. Они приходят, и там полтора-два года они хотят сами. Они выходят. И я первое время очень болезненно это переживала. Сейчас вроде лучше, но много. Я перестала так сильно привязываться. Так прям влипать. Нужно было залипать. Вот. Ну, он должен быть симпатичным и приятным. Когда я прихожу в офис, мне хочется в студию видеть ребят, на которых мне приятно смотреть. И которых говорят в голову. Да, с которыми интересно поговорить. Да, которые любят это. Это очень важно. И это, кстати, всегда видно. Любит он это... Как бы это... Ну, такого фанатизма, что ли. Ну, здоровый должен быть. Потому что был период, когда мы таких фанатиков. Они все сидели ночами. Они не досыпают. Они выглядят умирающими лебедями. И мы не знали, как их выгнать. Что сделать, чтобы они отдыхали. Они умирали очень долго. Ну, они в итоге заходят в эту, создает эта эйфория, депрессия. Они потом в итоге все равно попадают в депрессивность, усталость. И мы там вывозили их. Там мы в Милан поехали. Там мы куда-то на косу их повезли. На какой-то ретрит. Еще что. Чтобы как-то расшатать. И ребята смогли отдохнуть. Потому что у них глобальное чувство ответственности. Потому что стройка – это огромные деньги и ответственность. И, как правило, самый главный движ, который строители… Чаще всего фразы, которые произносят наши подрядчики – это «Мы стоим, нам нечего делать». Из-за того, что вы не дали сейчас уже. «Мы стоим, нам нечего делать». Поэтому ты постоянно пытаешься опережать время. Делать это быстрее, быстрее, быстрее. Скажем, что ты на ребят в своей команде, да, видишь авторитетом? Вот я сказала, и все. Есть вот такое лжун в тебе. Знаешь, когда ты достигаешь определенного уровня, тебе приходят с идеями молодые? Это лишь нет. Будет так, и все. Бывает, что мне нужно… Да, но когда на второй раз мне надо объяснить, почему я попросила сделать именно это, недавно была такая ситуация, я писала, почему я должна тебя уговаривать. Почему? Ну, давай просто сделай, давай проверь. Ну, это же любопытство должно быть, в смысле, я попробую сделать, как она сказала, и посмотрим, что получится. А у них такое, типа, я заранее знаю, что будет не так. Ну, бывает, конечно, баттл. Тем более, у каждого у него внутри свой мир, свой взгляд. И я стараюсь достаточно сильно отдавать какое-то ощущение свободы, они много придумывают. Но в той глобальной генеральной концепции, которую задают я, в начале с клиентом. То есть, на самом деле, диктует клиент, или я вместе с клиентом, мы как бы обставляем границы. И в этих границах полная слуха, как вот с детьми. Можно рисовать на стенах, но в своей комнате. То же самое. Можно делать все, что угодно, но вот в этих границах. И, в принципе, я приветствую, что ребята инициативные и что-то генерируют. Это круто. Бывает так, что я залипаю долго в проекте, и я уже не свежий взгляд. И наоборот, у меня свежий взгляд, потому что я ношусь, у меня 20 встреч в день, а у него на мониторе один проект. Да, то есть, чаще всего я могу куда-то направить, сдвинуть, помочь. Скажи, пожалуйста, какие города на планете и земля ты любишь? Что тебя вдохновляет? Мне очень понравилась Лима, мы были в ней последний раз. Нет, последний мы были в Эндхобене. Классный город, вдохновляющий, действительно. Такой для пенсии великолепный, по-моему. Голландцы, конечно. Голландцы, да. Очень позитивный. Очень хорошо выглядят они, потянуты на великах. Ну, класс. Вообще, город дизайна. Фабрика Филлипс уехала, а город дизайна превратился. Здорово. Вдохновляет меня очень сильно. Нью-Йорк очень сильно восстанавливает. Париж, он очень эстетичный. В Париже все эстетично. Можно никуда не ходить специально, просто ходить. Просто быть в Париже, вот уже это дышать эстетикой. Что мне еще нравится? Я очень люблю, мне стыдно признаться, но я люблю Бангкок очень. Он шумный, он мегаполис, у него специфический запах. Атмосферный. И слил их в одно место, прямо в центре мегаполиса. И там такой зеленый рай. Там сад и маленькие деревянные домики с огромными порогами, чтобы дети не вываливались. Потому что домики на ножках, они высоко. Это очень забавно. Это такой дом-музей, такой срочный. Как классное место. А ты потом идеи привозишь в свои проектовые деревья? Ну, оно все как, типа, листья опадают, потом они превращаются в эту залу, потом они там, та-та-та, в землю, в землю перерабатываются, и оп, вырастает новое растение. Да, оно все там будет. Потому что, я помню, мы с тобой когда говорили, ты говорила, что М1 родился после Испании. Да. Кстати, М1 должен был быть, типа, по-моему, после Гонконга он был. Гонконг. Да, мы съездили. Причем, Гонконг был где-то посредине М1, и клиенты жили в Майами, и я в Майами гуглила, то есть я знала практически все, уже там обсмотрела все рестораны, отели, никогда не будучи в Майами. В моей голове Майами был круче, когда мы туда поехали, год назад или два, не помню. В моей фантазии все было более эпично, насыщенно. Гонконг очень крутой, тоже по дизайну крутой. Азия мне очень нравится. Что бы ты... Вот если тебе говорят, Жанна, ты сейчас можешь делать любой проект в Одессе. На любой бюджет. Вообще. Вот просто, все, что ты захочешь, делаем. Что делаем? Инфраструктуру города делаем. Делаем коммуникации, делаем пешеходные, дорожки, велосипедные, дороги, переформатируем улицы. А ты бы занялась таким проектом, если бы не было имя Жанны Киселева? Если бы вот на этом проекте нигде бы не озвучивала, что это твой проект? Ой, я думаю, что так и надо. По-другому мне не надо. Ну, я, кстати, бы сама... Звезды не хотела бы повесить себе? Нет. Призвезды? Нет. Тут большая очень ответственность делать это не так. и как у нас любят найти виноватого. Мне кажется, что... Во-первых, я делать это должна не одна. Это должна делать группа целая. Проектная команда. Да, команда архитекторов разных. Причем разной масти, разной высоты, разного спектра видения и сообщественностью делать. То есть это такой командный вообще рыбок для города тоже будет. Во-первых, знаешь, самое, наверное, первое, что бы мне дали сделать... Мне очень нравится в Амстердаме. У них есть возле музея естественной науки такой домик современный металлический, крученый. У них это такой дом архитектуры. В смысле там история развития Амстердама там с тысяча какого-то, не знаю, тысяча триста какого-то года, допустим, и до современного, до сегодня. И там как менялся план города, как он наращивался. Там же такой анализ на стенах. Они там собираются, обсуждают какие-то стратегии архитектурные или урбанистические вот в этом здании. То есть такой комьюнити, в котором происходит движ о том, что будет происходить с городом. Это здорово. Это круто. Такой инновационный центр. Как маленькая силиконовая долина по городским разработкам. То есть ты бы внедрила такой проект? Да, наверное, он мог бы... Инфраструктура... Ну, посетить, от счастья, он же... Да, инфраструктура и вот такой проект о городе, о развитии города. Я думаю, что если кто-то хочет услышать, что я бы построила тут в каком-нибудь небоскребе или там намыла острова или еще что-то. Не знаю. У меня почему-то суперамбиции... Вообще архитектура должна быть не про амбиции. Надо себя засунуть куда подальше. Надо уметь это делать и превратиться в слушателя. Это важно. Ты уже этому научилась? На некоторых проектах, да. На некоторых... Ну, чаще мы не доказываем, какие мы странные или как мы видим. Мне просто хочется, чтобы ну, расшатать эту систему боязни всего. Боязнь сделать черным, боязнь сделать другим, боязнь сделать не классическим, боязнь еще чего-то... То есть это такое страхи на страхах, на страхах оно наславится. Скажи мне, а ты чего боишься? Есть страхи по жизни? Таракану поищу. Я шучу. Но чего-то страшного такого. Чего ты вообще боишься? Я боюсь, что я что-то не успею. Что-то я начну и не успею. Сейчас оп, если всего не станет, то... Вернее, если меня не станет, то как же я, у меня проекты не закончены. Стройки нельзя. Дети еще не... Дети недовыращенные, да. Ну, наверное, боюсь там зародить или чтобы они были здоровы и счастливы. Я хочу, чтобы они долго жили. Вот такого чего-то боюсь, там, потерять кого-то. Ну, так, чтобы прям глобально, это меня сильно беспокоило. Смерти вроде уже не боюсь. Ну... Скажи мне, ты в продолжение жизни после смерти веришь? Ну, да. Коротко, да. Да. А кем бы ты хотела стать в следующей жизни? А, не важно. Просто, чтобы... Ты же могла бы стать штукатуркой в проектах, наверное, не силеной. А я, кстати, четверечки думаю, если я буду кричать и вести себя нехорошо со строителями, то меня туда вот и посадят. Станешь штукатуркой? Да, да, да. Буду корму отрабатывать. Поэтому я очень себя шлифую. Стараюсь вести лояльный образ жизни, мысленный даже. Все же, на самом деле, из мыслей. Ну, кем бы я хотела про следующую жизнь стать? Ну, я бы хотела уже так не нестись. Вот, чтобы так сразу как-то более размеленно, спокойно. С черепахой? О, слушай, это был бы кайф. После такой, в принципе, жизни, как у меня, да, надо черепахой поддохнуть. Но ты, если я буду очень хорошо себя вести, видимо, я стану черепахой. У нас обычно, я прошу гостей в студии сказать о себе одни предложения. Жанна Киселева. Предложение самолюбования? Нет. Жанна Киселева. Вот одним предложением, которое характеризует тебя, не знаю, твою жизнь. Хочет все и сразу. Все и сразу. Лучше всех. Сейчас. Красиво. Вот так. Будет ломанное дурацкое предложение. Давай одно красивое. Одно красивое. Все и сразу. Можем. Жанна Киселева любит, когда все и сразу. Гармонично и спокойно. Но это не совсем правда. Когда все интересно и когда есть игра. одно предложение. Да, господи. Есть же сложные подчиненные предложения. Еще какие-то. Все и сразу. Это понятно. Гармонично, спокойно. Отбрасываем, да? Нет. Еще чуть-чуть играючи. И еще чуть-чуть играючи, да. Класс. Ты сказала за меня, да. Я собрала пазлы. Я собрала мозаику. И скажи мне, пожалуйста, на ближайшие, не знаю, года 3-4, у тебя есть планы? Вот ты себе задумала, думаешь так, по плану. Угу. Есть. Это, это и вот это. На ближайший год точно есть. И на 10 есть. А вот промежутки там, как получится, наверное. Через 5. Через 10 лет ты в Одессе? Да. Я планирую как-то долго пробовать сделать, сделать красиво все. Планирую жить долго, да? Да. Планирую жить долго, да. Да, я бы не хотела эмигрировать. Ну, так прям, чтобы сбежать от системы, там еще что-то. Я надеюсь, у меня не заставится в жизни убегать никуда. Но мне нравится этот город. Он очень харизматичный. Он очень сложный и простой одновременно. Он на фасадах сложный, такой надменный, а внутри он такой дворовой, простой. Вот это. Класс. Да. Это, мне кажется, суть этого города. И самое последнее. Пожелай что-то. Я обычно это не прошу, но почему-то тебя хочется. Пожелай что-то радиослушателям. Ой, я хочу пожелать вам первого снега. Нет. Нет, не надо. Я хочу пожелать с любви, чтобы вы, чтобы можно было, чтобы вы чаще останавливались, смотрели на небо. Это важно. И останавливались, закрывали глаза и понимали, что все хорошо. Все внутри. И что жизнь – это игра. И что мы все в нее играем. И что важно очень начать игру, в которую тебе нравится играть. И продолжать ее играть. И не внять ее игры. Ну, в общем, наверное, ключевое слово вам нравится. И любить то, что ты делаешь. Это важно. Тогда море энергии. Спасибо тебе большое. Спасибо за то, что пришла. Спасибо за твою вообще планету Жанна Киселева, потому что это вообще невозможно в час все уложить. Обычно мы делаем три-четыре музыкальные паузы. Здесь было две. И я понимаю, что я бы еще час говорила легко. Спасибо тебе. И я желаю тебе и желаю нашему городу побольше таких творческих классных людей. Потому что только создавая такое сообщество меняется все. Можно все сделать. Да, все на самом деле меняем же мы. А, и ты сейчас идешь что делать? Воевать за балконы. Это женщина, которая воюет. Она мне написала, я воюю за пластиковые балконы, Лена, я могу против них. Да, у нас сейчас я тебе желаю наглядно объяснить, что пластиковые балконы это некрасиво. Да, Спасибо. Было очень комфортно. Спасибо тебе большое. Спасибо. Спасибо. И еще мы пишем это пожелание, пожелание открыточку. Да, музыкальное все, да? Музыку мы ставим музыку. Всем пока. Мне тут подскажут, что надо сказать, дорогие мои радиослушатели и зрители. Мы с вами прощаемся до следующей недели. С нами была еще раз Жанна Киселева и мы сейчас будем писать еще нашу фирменную открытку с пожеланиями от вселенной через Жанну. «Самый главный человек, который показывает». Часть прошла, да? Да. Ты сидишь, говоришь, говоришь, ну как бы, ты же не можешь все время прерываться это... она... она... она сильно так... не знаю, что ли? Я такая... Я сегодня... Она такая говорит, я сегодня не знаю, там через 3 минуты закончится. Я такая... Это милая девушка с красоты...